Доброе утро! На которых сразу хочется поиграть, что-нибудь поделать. Ну, потрогать хотя бы хочется. Да, гитару мы уже знаем, ну, как бы уже играли. Вот что это за инструменты? Да, это инструмент, я начну с самого интересного, это называется он хэппи драм. Хэппи драм. Барабан счастья. Вот, это вообще интуитивный инструмент, я вам немножко покажу. То есть на нем может играть кто угодно, без какой-либо подготовки? Да, дети на нем играют вообще просто безумно. То есть когда начинают играть, и не зная нот, вот, здесь хотя есть, конечно, определенная система, но не зная нот, вы можете создавать такие мелодии, которые... То есть интуитивно? Да, то есть и вообще нужно выключить ум, это вообще 100%, то есть нужно его... Давайте я попробую. Да, попробуйте, то есть вы просто даетесь, закрываете глаза, даетесь счастью, и он вас наполняет. Попробуем. Так, я вижу, тут даже лица есть на этих палочках. Лица? Веселые. Да, смотри, улыбаться. Отключить мозг сразу не получится, конечно, будешь все равно пытаться, но очень интересно. Я уже готов приступить к тестированию. Конечно, как же тут не попробовать. Хэппи драм называется, да? Ну, вообще, да. А это какой-то этнический инструмент, или... Ну, кстати, он абсолютно самый современный инструмент, как бы, да, но и очень используется часто в этническом, ну, то есть когда поют именно в стиле. Ну, во всех. То есть сейчас, как бы, видите, это называется направлением world music, то есть оно объединяет мировое, да, то есть оно объединяет все народы, то есть считается сейчас очень много фьюженов, смешивают, поэтому... Я так понимаю, что хэппи драм и комус, они могут быть участвовать в какой-то коллаборации? Ну, конечно. То есть такие счастливые звуки и где-нибудь... Ну, я думаю, что да. Ну, сегодня мы очень много готовили, делали разные коктейли, но вот эти чаши, они, конечно, не для этого. Это музыкальные инструменты, верно? Да. Расскажите, пожалуйста, как вы на них играть? Да. Можно ли какие-то другие чаши использовать? Да, это тибетские чаши, вот, и эти чаши, они создаются для, как бы, даже для оздоровления, для хорошего настроения. Вот, это вот именно непосредственно вот эта чаша, она воздействует на сердечный центр, вот, сердце. И вот, смотрите, да, у неё такой звук. То есть можно ещё и закруглять этот звук. Очень интересно. А чаши бывают только такой формой или... Ой, они бывают, вот, абсолютно, они будут вот такие, вот, там, в зависимости от энергетического центра, такого размера, там, чаши. То есть эти две чаши, они энергетически различаются? Да. Ну, в принципе, они, да, конечно, да. Так, а это для чего воздействует, чтобы мы сразу знали, что мы лечим? Они тоже близ, это близко, это всё сердечный центр. То есть мы... Ну, прямо нужно так. Видите, у нас уже мини-музыкальный коллектив образовался. Не, ну, мы таким образом, когда мы собираемся, мы так же и делаем. В принципе, все берут инструменты, вот, но в основном мы поём, но... Кто на что гараж. У нас есть какое-то движение. Да, это движение называется Рава-клуб, вот, мы есть в фейсбуке, нас можно найти, вот, и мы собираемся постоянно, практически, вот сейчас постараемся каждую неделю, собираемся и поём, и играем на разных инструментах, в общем, это полно... Так, скажите, вот это приспособление. То есть любой желающий может присоединиться к вашему движению, да? Да? Любой желающий может присоединиться к вашему движению? Вообще любой, потому что мы, наоборот, призываем к этому, вот, и очень люди, когда... Самое приятное, что мы когда, вот, то есть, заканчиваем эти... Наши встречи, люди не хотят расходиться, они становятся такими родными, близкими. Что вы практикуете? Это просто общение или это музыкальный инструмент? Что ещё вас объединяет? Час. Да, вкусняшки. Вот, нас объединяет, в основном, это идея, как бы, создавать такое творчество, которое... Музыка для души. Музыка для души, и в основном это, как бы, мы берём такие истоки этнические, вот. Вот, именно, ну, почувствовали, что сам именно такая музыка даёт такое чувство объединения и счастья. И наполняет нас любовь. Ну, последний инструмент, наверное, который мы хотели бы узнать, его... Ну, такой, в принципе, самый простой, это караталы. Караталы? Да, и от ним выбиваются, вот. Это у нас вот тоже тибетские караталы, есть их тоже большое количество, но это вплоть до того, вы знаете же, вот такие огромные. Вот такой интересный костюм, это, наверное, тибетский какой-то костюм. Да, это вот моя очень близкая подруга привезла мне такой прекрасный костюм. Мне редко... Вот даёт его куда-то одеть, но сейчас такая прекрасная возможность. А как называется он? Называется тибетский костюм. Тибетский костюм. Так и называется. Вот, скажем, изображение, они что-то символизируют? Да, я вам расскажу про этот фартук. Видите, здесь он из разных полос, то есть разные цвета, то есть она говорит о том, что объединяет весь, то есть всё едино, да, то есть это и небо, и земля, то есть и цветы, и вот женщина как является, как вот этим объединением всей Вселенной, то есть как связь с космосом, как воплощением божественного. То есть каждый узор имеет своё значение, это некий символ. Да, да, да. Ну вот, например, браслеты тоже обозначают, то есть это вот успех, там, или вот это девятиглазый такой вот камешек. А это что означает? То есть это как бы на успех во внешнем мире, вот, там очень разных, очень много разных камешков, видов, вот, и он каждое своё обозначает. Ну, мы готовы услышать произведение в вашем исполнении о гитаре. На санскрите. Да, мы слышали, что вы поёте на санскрите. Да. На санскрите я буду петь песню, называется «Прахабхат самгит», и каждое вот слово в этой песне, оно обозначает, как бы наполняет любовью и счастьем. И вообще язык такой, санскрит, это как вот латинский язык, то есть он очень древний, и именно даже не зная значения, вы можете почувствовать, о чём эта песня. Поэтому я даже не буду говорить, о чём вы это почувствуете. Хорошо, мой соведущий вам сейчас поможет немного с микрофоном. Давайте. Чтобы у вас было хорошо слышно. Спасибо. 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 Санскрите. Это уже здорово. О чём же эта песня была? Это о том, что идёт неизвестный путник, и он настолько наполнен любовью и божественной энергией, что ты тоже наполняешься этим тоже любовью, счастьем, но ты не знаешь, кто он. Неизвестный путник. И это неважно. Главное то, что… Ну да, то, что вот такое вот счастье. Ну вот я говорю, мы когда поём, то есть мы обычно вот кто-то подыгрывает на барабанах, то есть мы вот обычно вот мы всегда с закрытыми глазами поём, чтобы погрузиться полностью. Чтобы не мешали другие. Да. И потом открываешь глаза, и все такие счастливые, такие наполненные любовью. Сразу становится интересно, а с чего вообще началось ваше увлечение вот такой вот музыкой, инструментами этническими? Ну вообще началось с увлечением йогой. С йогой? Да, с йогой. Семь лет назад я начала практиковать йогу. Вот. И потом как бы дальше стало интересно, то есть я начала глубже уже изучать культуру Индии и как бы практиковать духовные практики, и там вот в одно из направлений была музыка. То есть занятие музыкой для вас уже сродни медитации? Да, это как бы, это и есть медитация. То есть это полностью то, что именно тебя концентрирует, расслабляет, наполняет спокоем. Ну что ж, я думаю, что... Стрессы наши гости не страшны. Не только стрессы, но и теперь и наши студии не страшны стрессы после такой замечательной песни. Я напоминаю, что в гостях у нас была Татьяна Шин, Утралайв. Очень скоро вернется ваши телекраны. Никуда не уходите. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Продолжение следует...